Не, ну уже все, уже неподражаемые две. Там было все четко написано с разницей в 2-3 секунды. Ага, поехали. Ага, ага. Давайте посмотрим, что нам покажет... Во-первых, хэдхантеры, для тех, кто тоже, как и я, пропустили какие-то изменения в стратегиях, давайте сразу повторю некоторые вещи, которые, видимо, повлияют на... Какая бабушка, что ты несешь? Что? Вот так вот и рождаются мемы, понимаете? Балалайка все. Даже ударение правильно не ставят. Не надо ничего выдумывать. На первый слог ударения, бабушка. Ох, бабушка, блин. Хэдхантерам добавили дальности. Форсиру добавили жирности волков. Забрали у Блейда Агилу, до сих пор не вернули. Что это за дилетанты, а? Ну да, там комментатор сказал, «Hawk is looking for бабушка». Ну, это показалось как бы... И тот усомнился в осмысленности этой фразы. Окей, бывает. Ничего, мы совсем недавно увидели, как Тед вырывает пинцетом волосы из колена после того, как Фогги берет карту у Колорфула. То есть каждый фанится как могут, все нормально. С кем приходится работать? Да нет, мы... Конечно, можно на таких моментах попробовать повышать самооценку. Я периодически этим тоже, как вы знаете, занимаюсь. Но... Вот, с другой стороны, мы же тоже фокуса... Приелась эта тоже бабушка фокус, и все. Прилепилась, и не остановить. Короче, Хавка гонит. В чем здесь смысл? Смысл в том, что, как правило, орк, если он делает все по стандарту с форсером, с хатхантерами, он выступает в роли агрессора. То есть он не дает Хуману... Не то чтобы крепиться, он не выпускает его с базы. То, что сейчас происходит, меня несколько, если честно, удивляет. То есть Хавк попытался сместить линию фронта. Он не может так же сражаться с противником, но, по крайней мере, он переместился ближе к базе противника. Тем не менее, вынужденным он был поставить магическую вышку, как вы помните. Хавк очень часто проигрывал Старбаку именно из-за желания подэкономить на магической вышке. То есть один из форсер тебя задалбывает с этим десятком волков, учитывая их скорость, учитывая их урон, парабам. Вот, и сейчас он уже по дефолту, я имею в виду, Хавк по дефолту ставит эту магическую вышку, даже если, типа, рядом противника нет, потому что, ну, дешевле получается. Смысла нет, это Хавк, он последние три недели зависал в New World. Видите, я не смотрю стримчанские хошка, вот поэтому не знаю, но у него бывают такие темы, что он в ВОВ уходит. Но, с другой стороны, во-первых, хуманы не та раса, где у тебя там каждый месяц идут какие-то открытия в плане стратегий. Мягко говоря. И Хавк не такой игрок, которому для выдавания своего средне-высокого уровня необходимы регулярные тренировки. Он чем-то похож в этом плане даже на Кэша, который может вообще не играть, забивать. Ну, есть такая категория игроков, на самом деле. В этом наверняка, в этом и есть, наверняка, какое-то логическое объяснение с точки зрения психологии. Ну, из серии, например, не играть за день до, например, турнира. Некоторым даже полезнее не играть больше времени до важного матча для того, чтобы, не знаю, для того, чтобы устаканилось все в голове. И иногда люди по-разному устроены. Я не берусь. Мне, например, проще всего было играть на турнире, если ты до этого уже там поиграл 3-4 часа. То есть, когда ты уже разыгран, когда ты уже точно проснулся, когда у тебя все уже хорошо. А иногда некоторым игрокам реально лучше не играть накануне перед каким-то матчем. Может быть, это связано с перегоранием, может быть, это связано с тем, что ты начинаешь слишком много заморачиваться, у тебя в голове появляются ненужные какие-то мысли. Черт его знает. Но факт в том, что, может, Хавку и не нужно было играть эти три недели для того, чтобы показать хорошую игру против Старбака. Посмотрим, посмотрим. Мы же все, в принципе, в действиях увидим. Будет он успевать контролить, будет он успевать прожимать предметы, следить за героями, юнитами. Это же все видно сейчас будет. Вчера после своих игр Хошек посхвастался, привезенным с какого-то китайского ЦГ к кристаллболом. Неплохо. Не знаю, правда, на каком это было. А некоторым игрокам лучше вообще не играть. Говорит, нищий Артурчик. Ну, если они никому не мешают, то почему бы и нет? В конце концов, мы сами же принимаем решение о том, как время проводить свое. Правильно? Я как экс-пианист могу сказать, что перед концертами большинство музыкантов не практикуются. И даже если были какие-то косяки, они проходят сами собой, непонятно, как это работает. Ну, моторик — это совсем другое. То есть... Нет, не совсем другое. Ладно, в игре тоже есть моторика. Но я помню, что... Ну, я, конечно, не пианист. У меня за плечами только музыкальная школа с фоно. Но есть, естественно, такая тема, что тебе лучше каждый день заниматься по 15 минут, чем час... Ну, там, один раз в четыре дня. Потому что вот что-то происходит в голове, там, какие-то взаимосвязи, не знаю, что тебе лучше позаниматься немножко с этим переспать и завтра продолжить то же самое маленькими порциями, чем попытаться выстроить все в голове с каким-то большим траншем по времени. Хороший крипджек идет сейчас от Хавка. Блин, а зачем здесь сражается... А, там Архмаг битый, все понял. Блин, и вроде ты влетел хорошо. И вроде как подрезал... Ай, на Хэдхантера на второго не хватило немножко. Блин. Хавк подловил на криппинге, но из-за Хекса и Скорл оф Зе Биста получилось, что Архмаг не сдюжил урона, который влетал в него, и вынужден был улететь на телепорте. Не, мне кажется, у музыкантов это как-то связано с центральной нервной системой, следует целом, и продуктивный на своем виду музыкальных системой. Ясно. Ну, короче, в варике я не видел никаких... То есть нет какого-то универсального... Мы же общались на протяжении длительного времени с самыми разными игроками, и кто как... кто как может, понимаете? Кто как хочет. Нет универсального совета. Играть, не играть, сколько играть, черт его знает. Это очень индивидуально, и наверняка есть более или менее там статистически эффективные системы тренировок, но киберспорт не такая... не такая исследованная сфера спорта. И рандома здесь очень много, и игрушек много, и соло, и командные. И вряд ли методология нормальная есть сейчас. Хотя, кстати, это то направление, над которым Федерация компьютерного спорта должна и вроде как что-то делает. В смысле нет универсального совета 30 каток в день. 30 каток в день — это немного. Начнем с этого. И если ты будешь играть 30 каток, и другой будет играть 30 каток, как бы... будешь задумываться уже об эффективности тренировок. И 30 каток в ладере — это не 30 каток в кастом, например. Блин, а что за... что за жесть? Сейчас Хавк пришел посражаться, там уже Берсеркер, и Хавк не готов, это минус Архмак. Блин, отдача. Ну, все, выходим. Поговорили нормально на протяжении первой игры. Я не знаю. Я не знаю, почему Рифлей... Я не знаю, почему... Ну, хотя здесь он думал, Крипджекнет опять на красной точке, не получилось. Почему Архмак вперед побежал, подставился? Не, забейте, тут... Тут... Во-первых, я процентов 50 игры смотрел в фоновом режиме, говорил о другом. Да, и там еще большая бутылка была на МК, оказывается. Блин, говорю, Хавк на неделе страдал фигней. А, Хавк сам в Т3 пошел. Блин, вот я дурачок, капец. Реально, Хавк же сам играет не в Т2, а в Т3. Ну, тогда да, тогда вообще непонятно, зачем он в той ситуации сражался. Когда уже под третьим героем, под Тауреном, под Берсами, не будучи самостоятельно готовым к этому. То есть ни паладина, ни коня, ни Иннерфайра. Блин, ну а что такое? Почему так? В общем, в башене Клэп? Очень хороший вопрос тоже. Очень хороший вопрос. Я не понимаю. Может, он его взял, когда был первый Крипджек, у него не было маны, он хотел хоть какой-то эффект. Но против Берсеркеров, конечно, Клэп гораздо полезнее, чем Баш. Особенно, если у МК есть возможность прокрипиться, и есть возможность повыбивать артефакты. Видите, у него есть уже этот амулет маны. То есть ему... Так, выпадает не очень хорошая аура Таурену. Точнее, бесполезная абсолютно. А нам что? Пайпа, то же самое. Минус рабочая на Криппинге. Не, очень много мелких ошибок. К сожалению. Интерфаер. Да, то есть получается, хавку... Либо надо было тайминг выбирать более удачно, либо играть более пассивно, чтобы не растерять юнитов до появления Т3. Ну, понеслась. Вот четвертый МК, а Клэпа нет. Там еще база работает уже больше минуты, то есть она уже окупилась. И я не знаю, знает ли хавка или нет. По идее... По идее, эта база была очень логичная после отдачи хавка справа. То есть это должен был делать Орг. И он его, собственно, и сделал. Это действие, этот экспанд. Ну, тебе говорят, что хавка каждый день катает перед Голден, сам ночью тренинг, пока играет. Ну, это понятно, да. Там... Мотивация очень важна, конечно. Да, Декстер, это понятно, что хавка тут уже не... Он может дать более-менее ровное сражение, но его могло бы... И может быть, даже если был второй Клэп... Ну, там три свитка лечения, да вы издеваетесь. Три свитка. Нет, тут в салат просто Старбак отобьется. Смотрите. Сейчас будет жесть. Сейчас будет такой прием. Старбаку ничем не снять Inner Fire, это очень хорошо, потому что я, как вы помните, тоже топлю за Inner Fire. Хоть кажется, что в сравнении с Бладластом он не оказывает такого психологического эффекта, ну, потому что эффект сам по себе такой. Но по боевым характеристикам Inner Fire лучше Ласта. Что там только 25% скорости перемещения... Ой, скорости атаки и 40% скорости перемещения. Здесь у вас и 10% урона, и еще пятерка брони, да? Все еще там не резали до четверки Inner Fire. То есть еще где-то 20-ка заходит. Рифла сдают. И еще один райфл. В целом неплохо разменивается Хавк для своего... Хорошо пытается престов. Может быть, да, и додавит. Мне очень нравятся футмены с дефенсом, которые вообще плюют на все, и они с самого начала игры живы. Да, да, да. И ныряет Старбак в престов, пытается их отстрелить, но не получается. Да, вот Inner Fire прям здесь топовая штука. Неужели получится у Хавка? Еще минус два рифла. 46,54. Там экспант, правда, работает, блин. Как же престы с Inner Fire тащат, а? Минус один. Ой, фокус по второму. Ай! Светоключение. Нам нельзя здесь размениваться в ноль. И телепортируется. Старбак не хотел терять... Ой, молодец, Хавк. Молодец, есть шанс. То есть вот здесь ключевой момент — это Inner Fire, друзья. Inner Fire. Если будут вопросы из серии, а как Хавк здесь выиграл, хотя у него были хуже герои, хуже предметы, и на 10 лимита меньше. Ответ — это Inner Fire. Ну, плюс контроль. Потому что грубых ошибок здесь Хавк не допускает. Но хватит ли ему сейчас, чтобы додавить? Третий Таурен. Третий Таурен, но без стомпа. Кодой падает. Ой, хорошо. И два футмена все еще давят. Представляете, какое количество урона футмены с дефенса под Inner Fire'ом и периодическим хилом вытанковали на берсах. Конечно, берсы стараются не стрелять по футам. Во, начали отстреливать их, видимо, для того, чтобы там и чайник влетел в фута. Ю-ю-ю. Ю-ю. Врывается в престов стомп. Берсерки. Рейндж. Ой, хорооооооооооооош. Престов теряем, правда. Но сейчас без... А там большая бутылка еще у Палыча. Его не убьешь. Баш начинает работать, потому что МК уже сто лет без маны. Да ладно. Сейчас уже надо додавливать. Да Ну уже не должен отдавать Он сейчас должен идти, тем более бетона нет Убивать Подрезать сейчас спокойно на регене все Стомп Очень битые хэтхантеры Да, да, да Там армор паладиновский, армор инерфайровский Переключись на берсеркеров Не это самое, не надо отступать Некуда отступать здесь уже, надо давить его Блин, как же хорош Ну то есть Это не Это не убирает те ошибки, которые были в игре Но вот если ты доживаешь до такой стадии, да И у орка нет массового диспола То это огромная проблема Все, бетона нет Минус три бороса Даже пристань отдает хош Ну и понеслась Хавк зацепился просто зубами за ситуацию игровую У хуманов есть хорошее качество на самом деле Выработанное годами игры с одной базы Что надо в определенный момент просто контролить каждого юнита как родного тоже То есть они очень четко чувствуют этот момент, когда вот уже все, вот нельзя отпускать То есть просто продолжаешь И хавк может спокойно такой момент сейчас поймать Я думаю, что он уже чувствует, что сильно впереди И главное сейчас не распыляться на орка, который всяческими способами будет пытаться его отвлечь Развлечь Чтобы выиграть время, чтобы еще там золото получить с экспанды Нельзя отходить, нельзя отступать Там заманы зачем-то Нет, нет, нет Правильно Приходит, убивает рабочих Сейчас пятая МК, вот на пятом МК Может Старбак Нет, для пятого МК чуть-чуть не хватило Все, и там сапплай блок, да, на 35-32 Вообще класс У хавка все шикарно Да, при том, что у него было реально плюс 10 лимита Плюс 2 свитка лечения У него было 3 свитка лечения И герои были лучше Там Палыч был первый, Таурен был наполовину третий СХ был 4,5 почти на начало сражения МК был четвертый только Все Давай, дисплей Нерфаер каким-то макаром Ну вот, пожалуйста Терроризирует Бору Минус лавка То есть Старбак трется рядышком, но он дать сражение-то не может Он понимает, что он не может дать сражение Он пытается, забегает, влетает в армию, но там все просто под Нерфаером СХ еле-еле уходит из-под фокуса И ГГ пишет Старбак Хавк выигрывает в первом матче Несмотря на Несмотря на дико Вот так вот То есть Мини-стабильный игрок бы поплыл значительно раньше Круто Ну так вот Мне кажется, что Хумена в этом плане это самая стабильная раса То есть вы разбудите какого-нибудь Хумена сейчас после спячки в 10 лет Он может быть сразу не сыграет Очень хорошо Но вернуться в текущую Ну, в игру Эта раса, наверное, сможет быстрее, чем все остальные На втором месте будут, скорее всего, андеды Потому что у них уже на подкорке все У них понимание, как нужно контролить архмага Что нужно делать с имкой Как нужно контролить юнитов Какие комбинации есть Потому что не так много вариантов и огромное количество практики Это... Там некоторые товарищи успели там расу поменять, знаете Вот А Хавк играет в этот, в New World И выигрывает Удивительно Ну, с другой стороны, да У тебя... Это отличительная особенность И Альянса, и Хавка сработала Вот сейчас, на мой взгляд То есть мега-консервативная раса И Хавк, который играет стабильно, стабильно, стабильно Стрик, привет Часик, вкидываю месседж Раздел куплю, продам СПБ Подскажите, плиз, есть норм стройбригады, советы по ремонту и так далее Наверняка у нас есть эксперты Может он в New World за Хуманов играет Может быть Что за игра New World Это ММОшка новая от Амазона, насколько я слышал Пиро, здравствуй Как по мне, бесполезные свитки были Орк Там МК с молотком фокус Да, мне тоже кажется, что Старбак был уверен, что там будет Клэп второй Это массовая затарка с витками При том, что у тебя даже из ШХ с массовым лечением Это была попытка законтрить... Была попытка законтрить второй Клэп Второй и третий Клэп И смысл-то в том, что раньше Хавк играл через Клэп То есть, возможно, это как раз и ответная реакция На то, как Орки решают проблему с этим массовым уроном Круто Может, он перекупался витки, чтобы Хуман не купил Так у него тоже массового нет ничего, днища Артурчика Ты думаешь, что Уэйва нет, Стомп наносит мало У него, да, есть чайник Но это скорее дополнение к фокусу берсеркеровскому То есть он там... А у Ео там у него мало Массового урона очень мало у него Стомп чайник Да я понимаю, но... Леса тоже нет Все, и этот выбор баша в качестве второго скилла уже не кажется таким уж необдуманным поступком Потому что, учитывая то количество ресурсов, которые вкинул Старбак для того, чтобы законтрить этот Клэп Это отличный пример, как... Ну, как казалось бы... Ну, ты же все равно против человека играешь, да? И... Ну, это лучше получается, чем... Вот выбор баша в данной конкретной ситуации лучше, чем было взять Клэп Который бы распределял урон, который все равно гасился бы свитками и массовым лечением Чем взять какой-то стабильный урон сверху Старбак побеждал Хавка при условии бесконечного Хараса Мэйна Всю игру напрягает Барсиком и трехзвездочек на Т3 остается Только решил покачаться, вот проиграл Хунин нельзя давать Т3 делать Встал и вышел просто Я думаю, что... Я помню тот стиль, о котором ты говоришь, Некролог И действительно, там салат было для Хавка И Хавк очень, конечно, жаловался на этого форсира с хэтхантерами, которые бежали Но, возможно, сам Хавк повлиял в том числе на стиль Старбака в этой игре Как ты помнишь, в самом начале он не жался на базе Да, он построил магическую вышку, чтобы его не харасили волками Но при этом он постарался сместить линию фронта в сторону Орка Вот, и... Да, он особо ничего Орку сделать не может, просто находясь рядышком с ним Но, с другой стороны, и Орк вроде как не выпускает тебя из базы Не знаю, как это объяснить Возможно, Старбак в определенный момент решил, что вместо того, чтобы ему бежать через всю карту Пытаться там снести магазин или там какие-то арканки или еще что-то сделать Рациональнее прокачаться рядышком Вот Возможно... Не знаю Но, возможно, Старбак сейчас попытается навязать свою игру Потому что основная фишка с Хэтхантеров и Форсиро — это в агрессивном начале Я абсолютно согласен А, и не забывайте, какую колоссальную роль сыграли эти два футмена с Дефенсом Такой юнит, который шума много не делает, он очень маленький, урона сильно не наносит Но, учитывая то, что они жили на протяжении там трех-четырех сражений с Дефенсом Представляете, какое количество урона они могли поглотить? Потому что, так или иначе, они там должны были отхватываться от берсерков, то есть получать какой-то урон мимо Да, Старбак пытался фокусить там тех же самых престов, или рифлов, или героев Аланис поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает Привет Да, привет, Аланис Когда Дедман поругался от Адам Наветца Помню, помню Тот has a big nose Да, там терок было очень много И у Дедмана с Граби Особенно во времена, когда Дедман был злостным мапхакером Облизы не делали долгое время ничего То есть в ладере находились люди, которые Ну, просто хакеры Хакеры с запредельной статистикой И с большим количеством доказательств Я понимаю, что там в меде очень сложно Или на дне, очень сложно хакеров обнаружить Но когда у тебя в топ-20 Там 5-6 человек О-о-о-о Ты лучший стример Да Спасибо, конечно, тебе, Хевена Карма, за... Да, благодарю Всем добрый вечер, хорошего настроения Мы сегодня смотрим с вами Последний день групповой стадии европейского Дримхака И решил я сегодня посмотреть Варкрафт после сравнительно долгого перерыва Потому что, во-первых, Сокол не среагировал вовремя на призыв к оружию И он сейчас в одиночестве, а может быть в компании, играет сейчас в PUBG И, ну, то, что сегодня день, который для наших сангешных игроков, многих Ну, те, кто не вышли с первого места из группы Очень важный, потому что сегодня, собственно, определится, кто выйдет, кто пройдет дальше Первый матч, который мы с вами посмотрели с участием Соника К сожалению, пошел не так, как мы хотели И не так, как хотел Соник Но вот сейчас мы удивились на самом деле Я думаю, многие из вас тоже удивились Тем, как Хавку удалось Несмотря на очень плохое начало И плохое продолжение Находясь сильно позади и по лимиту, и по героям, и по предметам Дать отличное сражение и додушить Старбака И он ведет, соответственно, 1-0 Рабочий часто отвлекает Да-да-да Сейчас посмотрим, как будет действовать Хавк Видите, у Старбака уже здесь парочка хэдхантеров Он вызывает волков И пытается И пытается как-то посражаться Хэдхантер криво подходит Ну, как криво, он единственный, как он тут может по короткой дистанции подойти Светложар, я не знаю, о чем ты говоришь Да, давайте сейчас еще лицо Хавка Лицо Хавка перекрывается чатиком нашим Чат, чат Вот так вот Давайте сделаем Да, там, конечно, он не подвижен Большую часть времени И картинка очень маленькая Но Why not Как думаешь, насколько сильно помог Мабхак Дедмон Набрать его уровень игры Я думаю, это был неопределяющий фактор Ну и задавался этим вопросом тоже Нормально, нормально Волк не разбудил нейтралов Я пытаюсь и чатик читать И за игру следить Это конфликтует друг с дружкой Футмены пытаются найти себе место для того, чтобы подлечиться на халяву Хавк нарезает круги Архмагом за ним постоянно следят Он не может в момент найти А, футмены урывками Ой, это опасный момент Во-первых, тут можно... Кто добил-то? Блин, я не обратил внимания Форсир Дефенс есть Пытается окружить хавк Блин Форсир доедает морлоков Кажется, последний был выстрел все-таки... Все-таки от форсира А не от футменов Сейчас все равненько Да-да-да Согласен с Тадом Ну и что, хавк будет, думаете, опять в кастл играть, да? Тема-то сработала Красная точка сразу Рифл у нас зажат А там Т-3 пошел Может, и Таурена не брать тогда? Да, и видите, тут подстройка по стратегии действительно идет Против Иннерфаера как раз Ну, смысл в чем? Иннерфаер достаточно дешевое заклинание Не помню, сколько стоит 35, что ли, маны И... Особенно, когда у вас есть Архмаг с Бриллинсаурой Вам хватает Хватает маны для того, чтобы всем На всех все скастовать Ну, на четвертом, на самом деле Ты забываешь про проблему с Иннерфаером и с Хиллом на все хватает Вот, и чтобы это дело за Законтрить Оркой фактически есть только один массовый диспел Это у спиритволкеров Духостранников в новой версии Вот Но... Нифигасе... Ох... И смотрите, какой магический урон идет по... Блин, сейчас еще подставляется МК Откидывает Минус МК Минус спиритволкер Ну, размен-то все равно в плюс Пока что для Хавка Хотя вот после потери пристания Я бы не сказал Короче, смысл в том, что Духостранники у нас Контрят Иннерфаер Почему? Потому что рейндж большой Маны стоит Хоть там и в три раза больше Но все равно ее... Ну, ее чаще всего хватает на тот лимит Если вы нормальное количество спиритволкеров строите То вам хватает на диспел Вам не хватает, конечно, для того, чтобы Ну, диспелить еще прям целенаправленно элементарий Но, как правило, они все равно в куче и задевают Короче, хороший юнит Вы теряете в ДПСе Потому что надо все-таки выбирать, что делать Либо это Бестиарий С Кадоем У которого там под Т3 еще 20% урона добавляется Либо это Тауренница Касл пошел Да-да-да, там бетон уже есть Я тоже не совсем понял, почему так рано сделал Старбак бетон Вторая вышка от Хошка Видимо, да, это Видимо, какая-то была история с Харасом и Зепеллином Ну, прилетают, дропаемся, фокусим Как эльфы делают, только за орков Сейчас еще Таурену против Рифлот сделать Да, это нормальное предложение Тем более, что сейчас Таурены, видите, они с поливерайзом базовым Ну, таким, кастрированным немножечко Но тебе не обязательно уже делать поливерайз Первым грейдом просто для Таурена, чтобы он нормально работал Очень странный сейчас тоже по таймингу пуш Вот хоть убейте, я не понимаю У него делается второй грейд на атаку У него делается Касл И он штурмует орковскую базу Как? Зачем? Он, кажется, понял, что сейчас вообще не это самое Не может он дать сражение, нет, разворачивается И тоже баш, смотрите И очень странно, очень странно Передает кольцо защиты Маутон Кингу Это правильное действие Странно, что он решил это сделать прямо в середине процесса А не сделал заранее Берсеркеры разрывают на части элементалей Сэха со вторым лечением убивает берсеркеров Блин, какая, конечно Да, это магический урон по футменам Блин Там трупов много У-у-у, давай-давай-давай Успеет Ай, а может и успел, если бы доконтролил С ума сойти На них линк, но там хватило бы удара, наверное Что делать? Там в Спирит Уолкер мастер тренинг пошел Появится возможность их воскрешать Ну и добавит еще там маны, соточку Соточку уже Не помню, мне кажется до 600 разгоняется мана у Спирит Уолкеров на мастерах Да, до 600 Таурена качает отдельно, большая мана выпадает, ну давай больше прухи Так что нам делать, я не могу понять Там нычки нет, а мы делаем базу как бы без оглядки на врага Хуман, конечно, может делать нычку, особенно когда приближается к лимиту 50 Да, и Палыч подрезает, это минус Палыч Ох, вот это очень жалко Палыч, который с полной маной, блин, только вышел, у него столько хила И он... Легкие ошибки от Старбака, но в целом у него ситуация здесь Как и в прошлой игре, надо сказать Не, на самом деле, если Старбак сейчас экспанты не отменит Не лезь, не лезь, пожалуйста, что ты делаешь? Он хочет четвертый уровень магу Молодец, получил Вот зачем он лез сюда Даже диспу потратил на волков Для того, чтобы с большей вероятностью там плюс молоток получить Да, и Таурен Таурен, конечно, вообще дикие Дикие-предикие Таурены, как вы знаете, это самый сильный из стандартных юнитов наземных Но если мы не берем Кадоя, Сорочку с Полиморфом Там Баншу с Пассесом Блин, Старбак ошибается На Криппинге теряет Спирит Волкера Грубые ошибки Там шкатулка идет Блин, у Хавка есть сейчас реальный шанс на победу Экспант у него раньше И до Инерфайра он уже доходит С маной у нее проблем не будет Вот только с Тауреном мне надо что-то придумать Да, и Хавк, смотрите, он делает вышки Видимо от Хараса отбиваться на экспанде Знает ли он об экспанде врага или нет? Сама пассивная игра Орка При том, что он знает, что у противника У Хавка есть экспант Должна натолкнуть Хавка на мысль, что надо проверить экспант Но Кристал Бола-то у нас сейчас нет Правильно? Поэтому Непонятно Спайл потерял, чтобы в 50 Да не-не-не, он видишь, из лимита сразу выходит Зачем тебе сидеть на лимите 50, когда У тебя шкатулка и У противника Противник-то точно не будет сидеть на лимите 50 В такой ситуации Рифла отдал тоже Короче, у обоих 50 с небольшим Видит Ой, видит Таурена Таурен влетает Минус вся мана у нормального Таурена У Большого Прист выходит Ну как? Ну точки сбора, ну ёппар САТ Ну че, погнали Молоток пошел, телепорт пошел Да, не успеет убить Хотя может успеет? Ох, успел Последняя доля секунды Там не секунды, там была прям доля-доля Вторая магическая вышка для того, чтобы отбиваться от Хараса Сейчас Хавк должен идти на экспант врага Но лимиты-то одинаковые Хотя, ну и чего, и одинаковые, и одинаковые Тауренов можно как-то попробовать под... Но игнорировать ты их не можешь Так Очень аккуратно, сейчас важный, мега важный момент Там есть диспел, но маны хватит только на пару диспелов Старбак недоконтраливает цеху Он, как обычно, вырывается, блин, первым и первым же получает молоток Диспел пошел Диспела два Ну, сейчас Таурен начинает разрывать, смотрите, внутри, внутри рифлов Ну, как бы и Берсеркеры тоже потихонечку умирают МК хорош Перегруппировывается немножечко МК Откидывает Опасно Сейчас, по крайней мере, у Старбака есть... Появляется периодически возможность Делать массовое рассеивание магии и избавляться от Нерфаера Да, и у Таурена еще большая бутылка маны Не, здесь крайне сложно будет Хавка, он понимает Жалко, что не развел человека на это самое На пропивание этой бутылки маны В идеале, конечно, надо было это сделать Сорочек добавляет Это отличная тема для того, чтобы орку... Орка начать хит-н-дранить Ну, сорочки в целом... Это типа боевой кастер, как талон В целом у Сорок там 11-14, кажется, магического урона Который умножится, соответственно, в два раза Плюс они рейнджовые Они тебе на два лимита будут и 20 плюс урона наносить по Таурену Ну, меньше, чем Райфл Но по ДПСу сопоставим Потому что Райфл трехлимитный, а Сорочка двухлимитный Но самое главное, для чего Сорочек сейчас достраивает Хошка Это для того, чтобы получить контроль... Ну, чтобы дистанцию держать, короче говоря Да, там тоже есть слоу, но тогда противнику придется диспелить и свою армию чужую И, по крайней мере, он будет диспелить спиритлинк, если будет его кастовать Короче, здесь уже очень много вопросов к микроконтролю Сорочка делает слоу Врывается Ой, Таурена пытаются отфокусить Ингул большой Ой, какой пульверайз, блин Ой, какой стомм, какой чайник Свиток есть? Свиток тут же читает первый Хошк Пытается спиритволкеров убить Но они там прям хорошо стоят Сейчас убивать Таурена, а толку, если у тебя... если там воскрешение есть Четвертый МК Пропил бутылку большую маны Таурен МК подставляет сад Пытается... Ой, опасный момент Сейчас можно МК на Хексе потерять Ой, хорошо Камбэчит потихонечку Хошк Посмотрите Фокусит спиритволкеров Не доконтраливает их... Старбак Не, доконтраливает одного И еще один молоток Фокус по Таурену А как сейчас его лечить? Или же там что-то есть? Передает ему что? Телепорт передает Битые очень А можно сейчас попробовать Форсира убить Раз у него нет телепорта Делает это Хавк Пытается тыкнуть Форсира Тыкать Форсира минус Форсир Кодой не уходит Отлично И еще приходит... Ооооо Ну вот-вот-вот как Хавк молодец С точки зрения микроконтроля К нему здесь вот конкретно в этой битве Почти не было никаких вопросов То есть героев отконтраливал Все, фокусил как надо Откидывал молотки Отступал когда надо Перегруппировался Свитки прожрал Свиток сейчас еще один купил Все, и сейчас можно дожать Да, лимиты равные Но там же Форсира нет Он не такой полезный, конечно, герой в лейте Но без него-то явно сложнее Сорочки-сорочки стараются Рифлами не танкуем, пожалуйста Рифлы не выдерживают Тауренов Таурен главный четвертого уровня Паладин не третий Оп, третий Убивают Таурена Сейчас ему можно резуректить, но маны нет Стомп Ой, и Паладину Обратите внимание, как грамотно передал Сейчас, это же сейчас произошло Передал Паладину Предметы на плотность То есть Амулетов Эвейджен И еще Армор Ну потому что Палыч-то третье Стало быть лечением в два раза эффективнее Стало быть вероятность того, что Будут в принципе убивать кого-то другого Кроме Паладина Она резко сокращается Офигеть Вот так вот Зареснутых Тауренов эксподают Да-да-да-да Реснутый Таурен ничем не отличается от живого Таурена То есть ты можешь анлим просто фармить Тауренов Если уверен, что сможешь справиться Пусть Торк развивается до Тауренов И все, это изи Изи просто качаешь своих героев бесконечно Да нет, там инвул забейте Тут скорее Таурен умрет, чем МК умрет Под Иннерфайером Под Паладином третьим, у которого миллион просто маны Почему качает вейв Таурену? Вейв Чайник Хум же это классика Ну да, но уже очень старенькая классика Здесь основной дамаг наносят Берсеркеры Тебе важно иметь контроль Контроль! То есть не подпускать МК, делать станы Ну и плюс Таурену с Томп сейчас раскачивают при игре Через тех же самых Шаманов и Лайтнинг Шилд Ну против эльфа имеется в виду Тоже, наверное, какое-то влияние оказывает Вейв ГГВП, красава Хавк Просто 2-0 Спокоен просто, как слон Ну и кто там говорил про Нью Уорлд, про то, что он три недели там занимался непотребством И что хрен из два он выиграет Старбака Как звали этого человека в чатике? Кто? Я не помню никнейм, честно Респект Старбаку за то, что попытался перестроиться И вроде как у него даже получилось, но... Но-но ...